добрый день меня зовут юля вы на канале о вязании канал называется емеля не день сегодняшнее видео будет обзорным по тому как я храню пряжу и как вообще можно разместить в небольшом пространстве небольших каких-то местах которые вам предоставила ваша семья исходя из ваших возможностей в мебели можно разместить ваши инструменты ваши нитки книги которые вам тетради и необходимы в работе вы сегодня сможете увидеть в моем видео как я организовала это у себя дома возможно какие-то нюансы вы подчеркнете для себя что-то вам пригодится и вы сможете это также примените своей практике вот такой небольшой обзор а сейчас давайте пройдемте к моему любимому комоду и я вам все расскажу вот такой носить комод покупали в магазине икея вот на этом ящике внизу здесь была наклеена фотография и остались отпечатки от скотча сейчас уже сняли я заняла вот этот самый широкий ящик сейчас вам покажу что там я внутри храню вот такое у меня здесь добро я все свои вязальные принадлежности распределила по коробкам по ящикам в основном конечно немного коробок языки но я также использую другие какие-то коробки здесь у меня они хорошо поместились потому что в том числе все коробки которые вы и мебель вы покупаете магазинники они друг с другом хорошо комплектуются подходят внутрь могут быть установлены без каких-то пустот и зазоров рассказываю что у меня здесь есть начинаем здесь края вот так как бы в рядок у меня стоят запасные тетради это я тетрадь использую для видео мастер-классов которые я делаю съемку для youtube здесь у меня на чистовую написаны все мои пояснения дальше у меня здесь стоит сложенная коробка я ее могу достать застегнуть и будет такая небольшая коробочка как вы видите вот здесь здесь у меня распечатанные описания какие-то я вязала вот шапки какие-то некоторые крафт-пакеты которые я посчитала нужным сохранить возможно не могут не пригодиться также здесь у меня хранятся наклейки этими наклеечками я упаковываю посылки моих клиентов наклейки я заказывала на алиэкспресс такие круглые теньки и прямоугольные наклейки я использую зависимости вот прямоугольной наклейки от формата от цвета упаковочной бумаги использую наклейку какой-то пакет это видимо я покупала пряжу в общем здесь все такие принадлежности сохранены которые я могу в дальнейшем возможно использовать это у меня хранится чернила для штампов мне также есть собственный штамп я могу проштамповать пакеты в том числе упаковочную бумагу сейчас я вам сразу покажу один из них такой мой штампик с двух сторон я делаю печать на пакетах пакеты просто приобретаю в магазинах ну где мне понравится специальные магазины с упаковочной бумагой с пакетами и прочими принадлежностями следом у меня идет идут два ящика вот такая у меня здесь стоит коробочка с моими бирками эту коробку я здесь у меня засушены лепесточки я их иногда использую для фотографии эту коробку я покупала фикс прайс подобрала коробку оптимального мне размера такая чтобы она мне была компактная помещалась мой ящик здесь есть удобное съемное отделение вот так здесь я храню бирки вот видите какие-то засушенные цветочки веревки бирки тоже пришивные очень удобно застегиваю и ничего никуда не рассыпается в этой же коробке у меня хранятся мои спицы сумки и две тетради одна тетрадь у меня посвящена новым разработкам изделиям которые я вижу на наличие здесь записываю все свои памятки эта тетрадь у меня посвящена заказом непосредственно заказчицам которые у меня которые меня попросили связать шапку вот в этой тетради просто подобрала общую толстую тетрадь я люблю тетради на пружинах и сюда я все данные заношу на каждый заказ я пишу имя фамилия отчество заказчицы контактный номер телефона из какой пряжи связано какими спицами сколько рядов провязано какой ширины получилось изделие все все нюансы которые могут мне пригодиться в дальнейшем чтобы восстановить мой заказ по ну через за время я даже стала записывать лот пряжи то есть партию пряжи из которой связано изделие потому что иногда пряжа остается или нужно докупить и я знаю что мир шапка связана из этой партии и если немного пряжа осталось от шапки и заказчик захочет у меня заказать варежки к этой шапке у меня уже остался клубок я могу выяснить магазине тоже ли это партия и заказать меньшее количество пряжи и тем самым цену клиенту как бы сэкономить снизить благодаря тому что у него просто пряжа осталась предыдущего изделия это коробка вот который я вынимаю все у меня просто посвящено вот тетради спицам и биркам здесь не хватает актамент к также здесь у меня хранятся упаковочные ленты это катушка люрекса не очень удачно и честно говоря мне на не сильно понравилось купила вот и стоит не устроил ее слишком целлофановый такой блеск также меня увидите в этой коробке есть линейка у металлических линейка линеек не стираются надписи у них очень четкой выписаны вычерчены вот эти насечки размерные ну это у меня такая линейка зато ее можно вот с отверстием вешать если мне это понадобится следующий ящичек у меня посвящен моим процессом если у меня есть какой-то затяжной процесс то я его складываю в этот следующий ящик и здесь храню здесь у меня вы видите хранится мой процесс изготовления это шарф у меня прям так лежит на спицах это вы можете увидеть я вот так подвязала положила лаванду ароматные мешочки от моли такая лаванда был полный мешок я их рассыпала по вот таким маленьким мешочком и теперь храню везде где у меня есть пряжа мои изделия шапки очень удобно во первых ароматно пахнет и помогает от насекомых здесь также вот у меня есть процесс это я делала мастер-класс небольшие два матка это мне остались от этого шарфика и я еще не убрала осталось у меня моток я вязала шапку образцы вывязанных из новой какой-то пряжи когда не знаю как ведет себя пряжа так это хранит пакете конечно может быть не очень аккуратно на то это плотно и всегда можно отрегулировать объем такое количество образцов я бы но здесь у меня хранятся уже подвязанная резинка два пакета с гирками и образцами пряжи которые когда-либо использую один пакет у меня шерстяной зимней пряжи и другой пакет где он у меня вот с летней пряжей совсем небольшой а это у меня пакетик отдельно с еще не сформированной пряжей то есть бирки отдельно и подвязанная не подвязанных деткам пряжа я может быть в этих вопросах слишком педантично но иногда мне вот эти вот оставшиеся образцы с бирками очень-очень помогают когда я хочу изучить пряжу на ощупь я знаю что у меня она хранится в этих образцах это у меня ароматные мешочки здесь я еще не использовала как и лежат с клубникой и с апельсином кольца для помпонов заказывала на алиэкспресс здесь четыре варианта диаметров для помпонов вот показано какие можно причудливые игрушечки сделать но ну прекрасно конечно получается помпоны хорошо но могу сказать что не очень удобная застежка и механизм не самый прочный этот инструмент стоит в разы дешевле чем у других фирм более дорогих более известных но я не знала подойдет вообще нужный метод штука для помпонов и я ее использовала наверное раза два может быть три и думаю что вот она не обошлась если не ошибаюсь где-то 180 рублей у нас городе это стоит вот тоже это даже не 4 штуки а наверное 2 где-то рублей 400 то есть это в разы дешевле получилось заказать алиэкспресс пусть меня очень устраивает качество но я не так часто делают помпоны и меня вполне устраивает что у меня это есть запасе такой инструмент и я могу в любой момент использовать да кстати вот это мой штатив я вот так же храню здесь в ящике чтобы никогда не потерять у меня собой мешает и я всегда знаю что мне пылиться и вот так в чехле не хранится ничьи не спицы не пряжи мне не мешает и итак вот эта моя коробка она посвящена спицам тем которые я могу хранить здесь не отдельный набор вот увидели сумки так он продавался эта коробочка для других спиц вот вы видите для маркера вот такими маркеры красный маркер у меня всегда должен быть я его использую для разграничения рядов то есть когда мне закончился ряд по кругу я всегда вешаю красный маркер не сбиваюсь на всякий случай белые нитки иногда не могут пригодиться вот такие пакеты я никогда не выбрасываю пригодится в том числе для маркеров и для какой-то еще подобной мелочи обязательно мягкий метр скручиваю рулетик уже он как бы так привык в таком положении его легко скручивать после использования на всякий случай храню блокнот вот так у меня в пакете хранится моя печать которая рассказывала печать я заказывала у тех же ребят у кого заказывала бельки очень устроило качество хорошее вот как называется тиснение оставляет вот эта деталь нет никаких пробелов все замечательно быстрые сроки приятные цены вот у меня еще один пакет маркер здесь тоже хранится обязательно красный маркер то есть я могу использовать эти и эти маркеры вот эти маркеров смотрите когда будете покупать это и то и то гаммовские маркеры ну например вот у этих маркеров шире ушко если у вас толстая спица то не каждый маркер даже у гамма разные маркеры может надеться на вашу спицу толстую здесь более узкое ушко а вот здесь оно шире расстояние его легче надевать поэтому нет два таких мешочков еще одна катушка не так это кстати хочу вам показать нитка резинка я использую вот один раз использую для шапки я вставляю эту ниточку в кромку шапки с изнаночной стороны там где располагается резинка но прям по самой кромке ну естественно чтобы не было видно с лица я не делаю натяжение этой резинкой просто как бы в спокойном состоянии оставляю ее в полотне таким образом она не дает растянуться полотну всегда держит форму ваше изделие для взрослых шапок я это не использовала использовала для детской шапки один раз мне понравился результат очень удобно главное не делать туго эту нитку а просто пропустить сквозь и резинку шапки вот это покажу еще одна штука для помпонов тоже от фирмы гамма я и приобрела но так ни разу не использовала я не думаю что я симпатично очень помпоны получается вот здесь заматываются широкие помпоны большие а здесь меньшего диаметра помпоны и перевязывается поперек ниткой такой мне пенал этот пенал я шила сама еще очень давно студенческие годы это пальтовая ткань это мне мама шила пальто у нас такие куски кожи оставлялись это чтобы держать нужно было и вставили вот так молнию сделали сделали ребра жесткости застрочили пенал вот такой пенал вот так у меня здесь храню этот наперсток для вязания жаккардовых узоров мне очень нужно был такой помощник но я не смогла им пользоваться признаюсь честно потому что для меня это было очень удобно как-то я не смогла чтобы не было удобно это нитка чтобы располагалась в этом наперстки может у кого-то удобно и удалось все но мне к сожалению нет и поэтому когда я вижу жаккардов узора я просто располагаю две нитки на пальцы и все большее количество цветов в жаккарде параллельно в одном рисунке больше чем 2 я не использую поэтому недостаточно того что просто я перекидываю нитку через палец естественно еще такие очень старые спицы не самые хорошие я их не выкидываю жалко ну и как-то нет необходимости выкидывать ними не мешают металлические спицы носочные обязательно хранятся вот в таких коробках возле моего комода хранится запас моей пряжи я вообще не очень люблю большое количество запасов таких непрактичных которые я вот не знаю куда используется но тем не менее тоже накопилось две коробки нижняя коробка это остатки пряжи вот таком большом количестве там они еще очень плотно лежат верхняя коробка это пряжа которую я еще не использовала здесь целые матки так вот их у меня там много некоторые еще упаковки и распакованы некоторые пряжи я уже рассказывала своих описаниях что приобрела посмотрим сейчас коробку с недовязанной пряжей коробки покупала в магазине также fix price это цена товара на крышку коробка стоит отдельно но тоже цена не порядка 50 рублей в общей сложности получается стоимость коробки с крышкой 100 рублей это на 2018 год такое мне количество мотков по чуть-чуть по многу слишком мало я тоже не храню но встречаются вот такие моточки иногда я их могу использовать например для кого-то образца махер малабрига вот такой остаток остался с пасмы когда я связала бине вот даже есть янард совсем не тронутый храню вот здесь вместе потому что у меня два-три таких матка целых вот такое у меня количество здесь всякого рода пряжи вот это у меня хранится в отдельном пакете и упаковала хлопковую пряжу чтобы нами не смешивалась с шерстью ну просто так не было будет удобнее летняя пряжа отдельно и зимняя пряжа отдельно это у меня сплющена лежит шапка не удавшаяся мне все нужно распустить но так как она мне связана из альпаки на шелке это вот такая вот пряжа я даже не представляю что мне предстоит когда я буду развязывать еще до шапка связана в 3 нити поэтому это мой страшный сон развязать ту шапку но очень жалко потому что пряжа то замечательной такая не дешевая и получается вот таки запорола хорошо что я не для кого и не вязала просто желаю для себя но все не решусь но надо как-то сделать из цвет такой еще сложный не знаю что из него связать из такой фуксии вот эти связала шапку но неудачно может быть бине нужно будет из нее связать и все будет замечательно вот такие у меня упаковки матки мои пряжи много мериноса всего остального поменьше есть еще вот так альпака покажу какие еще полезные находки у меня есть любую коробку любой любую сумку любой мешок я использую правда продумываю как я могу использовать своих целях и у меня таких коробок уже скопилось какое-то количество но только те которые я могу использовать бесполезно я конечно же не храню и вот сейчас смотрите это моя самая часто используемая коробка в вязании коробка здесь была детская обувь это были ботинки именно потому эта коробка очень удобно и для маленьких проектов и для больших здесь и удобно вязать с этой коробкой шарфы палантины какие-то свитера здесь помещаться могут и рабочие клубки и само изделие чем удобно эта коробка тем что у нее откидывающаяся крышка вы видите она мне уже служит служит уже скоро отслужит свое я пытаюсь ее как-то залечивать скотчем несмотря на то что она может быть какая-то не очень симпатичная нас она очень практичная чаще всего когда я вижу я вязание ставлю с коробкой на полу возле кресла возле стула на стол и у меня хранится я вижу а рядом стоит коробка с моими клубками я повязала довязала изделие обратно положила в коробку и коробка у меня стоит уже на моих клубках никому не мешает и ничего не рассыпается все очень удобно вот вы видите здесь у меня сейчас есть процесс сейчас расскажу про эту банку вот я достаю изделие здесь у меня два матка и ножницы все что мне необходимо сейчас в работе я могу здесь хранить видите мелкие предметы изделия достаточно большой и клубки даже два штуки вот такая у меня есть банка здесь я храню вот так отдельно клубки эта банка у меня из-под витамин сюда очень удобно вмещается такая несет удобная крышка она легкая выполнена из картона она внутри это картон донышко металл и сюда легко вмещается стандартные клубки 50 но естественно 25 граммовые вот так их вставляю нитку достаю из середины и вижу постепенно пока когда моточек худеет все уменьшается уменьшается и стоит там никуда не убегает мой моток так мне вытягивается нить очень очень удобно вот такая крышечка банку накрыла и он там не хранится мо моточек даже когда я вижу маленькие бини или перчатки я сюда также могу сложить и спицы и изделие сюда вполне вмещается небольшое очень удобно хранить и перемещаться с этой банкой я не теряю все эти клубки по пути какие-то спицы может быть маркер здесь не все может храниться для работы на данный момент тоже очень удобная вещь вижу в дороге и для таких путешествий у меня есть такой проектный мешок многие покупают проектные сумки которые есть там с карманами с ремнями но у меня вот такой есть мешочек это мешочек из-под обуви он из какого-то искусственного материала внутри он очень атласный более даже шелковистый чем снаружи снаружи это репсовая сторона а внутри атлас вот так он у меня затягивается нитками тоже стала уже немножко терять формат мешок но надо него зашить он будет как новенький и я могу положить свою сумку с вязанием и вот так я вижу с собой в дороге и появилась еще вот такой мешок сейчас вам покажу вот такой большой наверное здесь был какой-то плед или одеяло я уже не помню такая него круглое днище но он гораздо больше чем тот черный вот можно сравнить я тоже не убрасываю мне кажется он тоже может не пригодиться в какой-то момент здесь есть вот такие ленты можно затянуть и также носить с собой например если какой-то свитер буду в пути вязать очень удобно что касается помпонов некоторые помпоны хранят в коробочках я же помпоны храню развешанными на веревке они висят вниз мехом и всегда когда я снимаю помпон он у меня остается такой ровненькой луковкой и мне нет необходимости его отпаривать расчесывать и как-то ухаживать за ним они спасены от моли они не спрятаны в каких-то таких тусклых душных стеллажах где разбудятся насекомые могут им повредить моим моим меховым помпоном а так это была небольшая экскурсия для вас по моей так скажем мастерской как такового рабочего места у меня нет но зато мне есть мой собственный большой шкаф мой уголок где я разместила все свои инструменты свою пряжу и я знаю что этот ящик и никому не мешает и я всегда надо то что мне необходимо потому что в этот ящик никто собственно и не смотрит и его использую только я в этом очень большое преимущество и удобство я думаю что у меня достаточно удобно получилось разметить все мои инструменты грамотно и как-то логично спустя какое-то время они мне уже сами так нашли свои места и теперь это можно уже так и оставлять надеюсь данное видео вам было полезным в чем-то что-то вы можете использовать для себя посмотреть какие-то полезные мелочи спасибо вам за просмотр что вы смотрите мои видео подписывайтесь на мой youtube канал ставьте лайки вы также можете поставить уведомления о выпусках новых видео на моем канале спасибо вам большое удачных вам проектов до встречи